Приключения, как на необитаемом острове героев, хоть им от 7 до 17 лет, учат выживать в любых условиях. Многие мальчишки здесь впервые взяли в руки пилу и научились колоть дрова. Кроме того, им рассказывают, как ходить в походы, стрелять, сплавляться по реке. Этот лагерь мне очень понравился. Ни секунды покоя. Куча сил можно потерять. Потом на тихом часу отдыхать. На байдарках я первый раз вижу и рубить деревья. Впервые в жизни разожгли трехметровый костер. Вот это тоже круто было. Смена остров свободы другая. Она для тех, кто хочет погрузиться в игру. Побеждает тот, кто выполнит больше заданий и заработает самый высокий статус. Каждый день ребят собирает гонг. Подводятся итоги и раздаются новые задания. Игра началась в первый день смены, а закончится в день закрытия лагеря. Этот лагерь необычный. То есть ни в каком другом лагере ты не можешь выполнять задания, которые здесь даются. И здесь также раскиданы по всему острову луты. Это как бы бонусы. И ты их должен собирать для выполнения как раз-таки этих заданий. Оба проекта – остров свободы и лагерь героев пилотные. В этом году такие смены запустили впервые. Для нас эти пилотные смены удались. Конечно, мы увидели, что здесь ребятам интересно. Куда дальше нам надо работать для того, чтобы сделать эти лагеря лучше. И, конечно, мы надеемся, что в следующем году такие смены будут. И будут не одни. Может быть, в течение года несколько смен этих обоих лагерей мы проведем. Те, кто побывал на пилотной смене, смогут вернуться через год. Победители острова свободы, если захотят, смогут продолжить игру, сохранив свои результаты. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».